А вы боитесь на самолётах летать? Да нет. А ещё бывает, знаете, птица в турбину и тоже не летит самолёт. Ой, да нет, это же, это же самолёт летит на высоте более 10 километров. Добрый день! Вот у меня паспорт, у меня, короче, багаж нужно сдать один, вот. Это скорость набирать и прям вообще, а, я ненавижу это чувство, вообще дурацкое на самом деле. А я люблю это чувство. Серьёзно? Эй, стоп, что это? А меня? В смысле, вы не смогли найти меня теперь в самолёте? Да ты врёшь, подожди, обманывай. Да! Вы посмотрите на улицу ещё, какой ливень пошёл. Да, вообще страшно. Хотя знаете, что мне интересно? Мы же, по сути, у нас самолёт должен лететь выше облаков, откуда здесь вообще дождь идёт? Я вот этого вообще не понимаю. Я не знаю, а может быть пилота на самом деле известно, что у нас там поломка, и у нас просто крыло горит у самолёта? А может вообще пилота нет? Может быть мы вообще уже летим одни? Пилота нет? Серьёзно, ты думаешь? Может как-то нам думали? Да нет, такого... Не-не-не, Лёска, нет, ты чего? Я помню, пилоты точно были, точно были. Сто процентов я тебе говорю. Я всё время на самолётах летать боюсь, а тут такое вот. Купец. Ладно. Ты не представляешь, как я буду летать? А что мы делать-то в итоге будем? Родителям говорить, я же вам сто раз уже... Ладно, давайте попробуем, давайте попробуем. А, слушайте, этот, папа, у нас там крыло у самолёта горит, если что. Так, ребят, вы чё, фильмы что ли насмотрелись? Всё в порядке. Перед тем, как самолёт взлетает, они тысячу раз всё проверяют. Вы чё такое придумываете? Если у нас самолёт горел, у нас сейчас бы самолёт, знаете как, трясти бы начало. Ну, я так думаю. Ой, вот трясти начало, вот мы же говорим то, что оно есть как бы. Да, мы правда говорим, зачем-то шутить. Привание, внимание, говорит капитан корабля, пожалуйста, разъедините свои места, присоедините к небезопасности. Мы находимся в турбулентной зоне, не волнуйтесь, всё в порядке. Так, ладно, окей, 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 ладно, спокойно, спокойно. Боже, щеночек, щеночек. Дайте ещё раз посмотрю. Да нет, леска, я вам... А, да-да-да-да-да, давай-давай-давай. А где он? Всё плохо будет, что делать будем? Нет, я вот здесь сяду. Нубик, я же говорю, леска, у нас реально с самолётом что-то не то. Ой, а что это пищит? Что это пищит? Что это пищит такое непонятно? Нубик, держитесь. Аккуратнее. Ребята, ребята, держитесь, всё будет в порядке. Ой. Нубик, леска. Родители. Что это? Это что за чудеса? Господи, мне плохо. Мне просто плохо, вы бы знали, у меня сейчас в глазах просто мутит, вертится всё очень сильно. О-о-о-о. Это что такое? Боже, леска, я вижу тебя двоих, понимаешь? Я тебя, две лески, Нубики, тебя тоже два человека вижу. Ты головой сильно ударился, видимо. Шайди, шайди. Всё, по-моему. Это что за штука такая? Люди погибшие? Нубик, это провода оголённые, не наступай на них. Это что? Это провода, по-моему, оголённые, я не знаю. Боже мой, где мы оказались? Провода ничего себе. Слушайте, погляди на разорвалу на части самолёта. Где мы с вами оказались вообще? Эй, люди, кто-нибудь? Смотрите, акулы плавают с китами, либо что это такое вообще? Я жутко боюсь с нами. Слушайте, погодите. Я даже совсем забыл этот, мы сами забыли кое-что сделать. Приём, приём, друзья. На связи Шадимен. Конечно же, Леди Леска. Всем привет. И Нубик Кубик. Добро пожаловать в жизнь или выживание в режиме детей в Майнкрафте. Это история о том, где мы вместе с Леской и Нубиком стали маленькими, и с нами происходит разная история, друзья. Как вы помните, в предыдущей части мы полетели на самолёте. Я даже не помню, куда мы летели, честное слово. У меня сейчас так голова кружилась, что я вообще всё забыл, что вообще помнил. Честное слово. В общем, мы летели на самолёте, и мы заметили то, что горит крыло. В общем, вы это всё сами видели, а сейчас мы оказались здесь, посередине моря, либо вообще, если хуже, то вообще океана, и мы не знаем, что вообще делать. Так что ты, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк под этим роликом, потому что лайк равно один кусочек какой-нибудь вкусной, очень сочной еды. А еды нам здесь потребуется действительно много, и вообще нам тут предстоит найти ещё выживших людей. А также обязательно не забывай нажимать на красную кнопку подписаться, как же я волнуюсь, чтобы в будущем ничего не пропускать. В общем, оставайтесь вместе с нами, потому что здесь будет безумно интересно. Ай, так, ладно. Что делать? Чего делать-то? Что делать в таких ситуациях? Я жутко боюсь океанов и море. Ой, щеночек, щеночек наш с нами. Щеночек, по-моему, целый невредительный. Слушайте, у меня вообще из головы вылетело. А мы как его назвали-то? А где наши родители? Мы никак не назвали-то. А где наши родители реально? Где папа с мамой? Их нету. Эй, мам, папа где? Мы одни, мы одни в открытом океане. Я знаю, а вдруг они потеряли сознание и утонули. Не-не-не, мне кажется, все нормально. Вы посмотрите то, что в самолете очень мало людей. Вы помните, сколько народу было? Давай вышим самолет. Да, ну... Я знаю, что делать, это позвонить. Что? Нубик, аккуратней, провода оголенные. Тебя током зашибет вообще аккуратнее. Да, конечно, мне кажется, работает. Нубик, подожди, не ищи пока ничего. Ты понимаешь, слишком торопишься. Давай сначала мы с ними соберемся. Иди скорее, вдруг ударит током. Мы что с тобой делать будем? Так, давайте. Так. А нет, короткий гудок. Вот видишь. Это потому что в океане связи нет. Только спутниковая, наверное, какая-то, да? Крыло отвалилось, наверное, да. Но все, вообще. Все, мы без связи, мы одни. О, я еду нашел в карманах у человека здесь. Ай, боже мой, как это все. Слушайте, а у них у каждого телефоны есть, кстати. Бедные люди, а что же это такое? А паспорта наши где? Ничего нет, Шеди, вообще ничего. Вот, все уничтожилось куда-то. Я нашел тут уже. Я нашел тут уже. Знаете, что? Ой, 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 не трогайте провода. Будьте аккуратнее. Пожалуйста. Они током прям. Я нашел спасательный жилет. Жилеты, надевайте, надеваем спасательный жилеты, яркие цвета. Если кто, какая-то помощь полетит, они нас увидят. Они нас увидят. Леск тебе дать или ты сама отнешь? Я не знаю, где они. Я не знаю, где они. Чем более они яркие. Давай, я боюсь, что это эти жуткое электричество все это. Да, 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 я понимаю. Так, что-нибудь еще есть полезное? Это что? Это знаю. Вот это вот, вот это? А, это баджки какие-то, да? Не, не, не. Это, короче, световая такая спасательная граната, короче. Она получается... Она очень громко светится. Ой, очень это... Ярко светит она. Ярко светит она. Ярко светит она. Да, короче. Давай днем. Ее только ночью кидаем. Днем вообще, ну, конечно, днем тоже можно. Крючек кинем, если самолет полетит какой-то. Так, песик, сиди тут. Сиди тут пока что. Так, 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 так. Так, ну что, натузь. Пойдемте. Я не хочу на подпасаться. Опа, у меня получилось. Давайте попробуйте перепрыгнуть. Давайте, там акулы везде плавают. Вообще просто жесть. Получилось, получилось. Так, ай, нет, леска, тебя съедят сейчас. Поднимайте меня. Стойте. А что-то такие звуки периодически какие-то глубинные, страшные. Да, как-то здесь под низу, да, идет что-то. Как будто бы, знаете, какое-то гигантское животное просто под нами где-то. Но это не вот эти рыбы, которых мы видели. Знаете такое? Я видел животное в кино, короче. Знаете, как называется? Мегалодон, короче. Не слышали? Мегалодон. Судя по названию, это что-то огромное, да? Лупит, я не знаю. Но мегалодон, он, знаете, он такого размера, что он просто... А если он под нами, он сейчас перевернет, то мы полетим куда-нибудь. Он настолько гигантский, что прямо... Ух ты, и у тебя еда осталась. Я нашел у людей в карманах. Ай. Пойдемте, идемте поспорить. Боже, хоть бы, хоть бы, хоть бы здесь... А может, здесь папа с мамой окажется? Люди, люди, аккуратнее не издевайте. Боже мой, бедные люди. Ой, смотрите, тут вообще кола в карманах. Слушай, как же жалко. И там дальше самолет, смотрите, продолжается. Так, нам, получается, туда переплывать нужно. Вы понимаете то, что... Я, я, конечно... Там 10 человек. О, вижу. Так, сейчас попробую к нему подойти. Ай, 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 током бьет. Главное, только смотрите, чтобы вас в воде током не ударило. А в воду током реально? Это вообще опасно же. А что это будет? Будет моментальная, короче, гибель, Нубик, и все, серьезно. Человек просто это не может... Даже никогда, вообще не думая об этом, реально, это очень опасно. Эти с током вообще нельзя шутить ни в коем случае. Быстрее, быстрее, давайте, давайте, давайте. Я абсолютно боюсь. Так, сейчас пока быстрее, быстрее, никто не видишь. Слушайте, но наших здесь вообще никого нет. Тут вообще прям, ну... Я тоже не понимаю. Вот тебе на конечном. Вот тебе нормально съездили отдохнуть, слетали. Ну что это такое вообще, не понимаю. Ну почему постоянно? Дома вы сидели, да, сейчас? И спокойно вот все было. Вот надо было раньше предупреждать. Так, проверяйте шкафчики. О, плоскогубцы нашел. Аптечка! О, смотрите, я какую-то шляпу нашел. Сундуки, смотрите, а тут досок полно. Ребят, доски есть, берем. Бери-бери, конечно. Нам же сейчас как-то выживать надо. Лестницы, мать... И лопаты. Это мачете, я мачете нашел. Аптечку тоже нашел, кстати. У меня тоже есть. Так, отлично. О, я тебе провода снял, мачете, срубил просто. Слушайте. Слушай, не пьет током? Не-не-не, я отрубил же, откуда там ток будет. Так, стой. О, смотри, там... Там на воде лежит человек, это пилот? Это кто? Дядя, дядя. О, да, реально, пилоты. Видишь, Лестка, ты говорил, что пилотов нет. Все-таки были пилоты, получается. Жалко, все-таки были. Были, именно были. Так, смотрите, тут палатки есть. Прикиньте. Кстати, вы понимаете то, что нам придется с вами выживать в открытом океане? Тут уголь, ребят, уголь есть. Даже не на острове, а на самолете, внутри самолета. Вот это есть. Я не представляю, как это выглядит. Что это такое? Спальный мешок. Я больше всего боюсь наступления ночи. Здесь бинокли есть. Мотыгу, ой, мотыгу. Возьми лом кто-нибудь для самообороны на всякий случай. Так, я тут взяла, у меня уголь, у меня, в общем, есть тоже палатка. Смотрите, что я нашел шляпу. Шляпу, я тоже шляпу какую-то нашел. Да, реально. Реально, странная шляпа, действительно. Так, ладно, боже. Так, 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 я не знаю, я не знаю, что делать. Слушайте, ну что, что делать будем, реально? Я предлагаю нам сейчас, знаете, что... Слушайте, а самолет-то под воду не уйдет, кстати? Спасибо. Я не знаю, кстати. Спасибо, спасибо. Он же может постепенно набрать этой воды и утонуть. Давайте, нам какой-то надо либо плод, либо что-то. Нам нужно залезть повыше и осмотреться в округе, если мы увидим что-то типа острова. Вот, ну... Кстати, а на крылах самолета может что-то быть? Да, может быть. А там что-то сидушки, я вижу. Мне кажется, сидушки там из того, что все просто... Так, вы сможете, если что, вот так за мной смотрите, бац, вот так вот залезть? Получится у вас? Я не знаю. Давайте, идите сюда, идите сюда. Не хотел бы касаться воды. Давай-давай, попробуйте как-нибудь, леска, попробуй зацепиться. О, получилось. Слушайте, ну здесь вообще просто бесконечная синева повсюду. Просто мне... Вот этот страх самый главный. Нет, вообще ничего, леска, это очень плохо. Все очень плохо. Получается, мы где-то, где-то прям совсем среди океана. Смотрите, какая рыба большая. Я вижу, мы полностью окружены рыбами. А вот там обломки, да, в левой стороне? Кстати, вот знаете, что нам бы, на же получается, если мы тут будем какое-то время находиться, нам нужно с вами питьевую воду найти. Эту же воду нельзя пить, она же типа не пресная? Или как она называется? Наоборот, пресная? Нет, соленая. Она соленая, нам пресная вода нужна. Так, знаете, что тогда? Я не знаю. Вон там какой-то обломок есть, вон там вдалеке. Я тоже говорю. Давайте так резко у тебя доски, да, какие-то. Слушай, дай сюда свои досочки. Идея есть. Давай. А, слушайте, а самолеты же делают из алюминия, я правильно понимаю? Шади. Возьми, сейчас. Не упали, ага. Так, слушай, и что предлагаешь, то, что... Ну, самолеты из алюминия делают или нет? Я не знаю, слушай, я никогда не потерялся. Алюминий, он, получается, не ржавеет ведь еще, насколько я понимаю, либо... Да. Не, Нубик, я не уверен, я не знаю. Ну, нет, ну почему ты помнишь? Алюминий легкий, металл, и, получается, он не должен тонуть, правильно? Алюминий он легкий, он мягкий. Ну, больше... Я не знаю, если мы туда погрузимся, что будет? Куда-то упал, Нубик. Давайте лестницу поставлю, погоди. Ты так не залезешь. Так, стой, погодите. Шади, а давайте мы из этих досок просто сделаем плот. Зачем нам этот алюминий? Хотя бы рядом с алюминиевым обломком. Нам бы понять, есть ли смысл куда-то плыть, потому что здесь хотя бы сидушки, здесь какая-то аппаратура есть. Короче, я предлагаю сейчас... Я не знаю, давайте разделимся, давайте разделимся, Нубик, ты попадешь вон в тех пилотов, которые на воде сейчас находятся, проверишь. Слышишь? Ладно. Я поплыву вон на тот дальний обломок, и, может быть, здесь еще какие-то обломки есть, я не знаю. Ух, я очень боюсь, кстати. Так, а мне куда? Давайте я хвост проверю. Сейчас, погоди, так. Хотя, что там крыло? Возле них плавают. Так, ну-ка, сейчас я на крыло залезу. Ой, на этот, на хвост самолета. Так, сейчас посмотрим. О, кстати. О, леска, смотри. Так, Нубик, ага, Нубик уже поплыл, все, все, проверяй, проверяй пилотов, прям посмотри, что у них в карманах лежит. Леска, смотри, ты вон к тому обломку плывешь, там человек даже какой-то лежит на нем. У него ничего нет. Я поплыву, получается, на самый дальний обломок через крыло. Все, давайте. Все, так, а тут прям это акула возле этого, и что, если мне съедят сейчас? Не-не-не, ты побыстрее как-нибудь попытайся залезть туда, самое главное. Попробуй, попробуй. Нубик, держись, держись, держись. Я тоже поплыл. Все, давайте, я поплыл тоже. Так, ребят. Холодная вода, ледяная, ледяная, вода ледяная просто. Меня резко, все нормально, она вообще далеко. Ай, фу, просто же, он спуск, гадный. Так, я на месте, я доплыла. Лодки. Лодки? Да. Это шлюпки, хотя вы слышали, когда мы, чтобы в самолетах были шлюпки. Я нашел кучу питьевой воды в бутылках, слышите? Ура, все, вот это реально мы спасены. Там ничего нету, что это не было. Я понял, это очень плохо. Слушай, у человека пусто, ничего нет. Хотя бы вода есть, получается. Хоть вода есть, это уже плюс. Я возвращаюсь. Я тоже. Быстрее, 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 быстрее. Аккуратнее, аккуратнее, пока никого нет. Так, все, получается. Акулы очень хорошо чувствуют кровь. Так что, главное не пораниться. Главное не пораниться. Так, как я сейчас буду залезать. А еще они могут чувствовать по моему сердцу. Слушайте, а я не могу залезть. Возможно. Я не могу залезть. У меня залезть не получается. Еще это я спрашиваю. Я не могу. Нет, 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 нет. Ты только не прыгай сюда. Не получится залезть. Нам нужно к самолету прямо приплыть, короче, получается, вплотную. Вода просто очень холодная. Прямо серьезно. Вроде бы это. Тепло на улице, но прям очень холодная вода. Меня вообще от адреналина, когда я плаваю возле акулы, по сути, мне... Я предлагаю... Мне, по сути, от... Так, что, Нубик? Мне, по сути, от адреналина вода вообще не кажется холодной из-за того, что я вообще очень сильно... Понял, хорошо. Что я хотел сказать? Так, вы еще какие-то вещи нашли? Так, у нас щеночек, если что... Я предлагаю здесь сделать временную базу. У нас щеночек прямо здесь снизу находится. Мы потом его сюда тоже... Так, перенесем. Так, что вы нашли, в принципе? Можете все перечислить? То, что вы в ящиках... Оголь, кострища, бинокли, лодки, сундук у меня есть, 6 штук целых. У меня жвачки, вот эта вот штука, спальни, мешки, аптечка и световая граната. Получается, для того, чтобы связываться с внешним миром, у нас нет ничего. Нет, ничего нет. Тут вряд ли будет связь, это было бы бесполезно. Хорошо. Ну что, давайте костер греться. А, я не знаю, Леска, сколько там лодок было? Так, погоди, много, так. А ты еще предлагаешь их расколоть? Я не знаю, что делать. Я не знаю, вы понимаете, что... 8, 8. Так, отойдите. Вы понимаете, что плыть здесь, это, ну это капец полный. Нет, нет, давайте ставим палатки, греемся и думаем потом. Потому что реально мне очень холодно становится. Согласен, а это еще день, это еще день пока что. Сейчас темнеет, и нам надо просушить хотя бы одежду. Что, что, что? А ты можешь тут выкопать? Я могу, ты можешь сам выкопать, если что, вот держи прям. Да, дай просто. Ты хочешь сделать, а, например. Он хочет, короче, сделать маленькую комнату. У нас палатки же есть. Нубик, я палатки взял специально для нас. Леска, отойди не могу в сторону. Так, отойди еще, еще, еще. Так, что, ну не ставится, погоди, а, я не могу развернуть. Так, палатку эту. Так, ладно, я думаю, тогда одной палатки, если что, в принципе, хватит, надеюсь. Так, от трещи куда ставим? Греться, вот тут. Давай здесь прямо, давай здесь прямо ставь реально. Так, спальники мы. Ну, например, не знаю, просто что сделать. Давай, хорошо, хорошо, хорошо. О, костерок, костерок. Так, немного хотя бы тепло действительно стало. Вот смотрите, получается, вот тут вот будет такая штука. Это мы потом. Тут надо идти в мешки, кстати, еще разобраться, как они работают. Это можно, знаете, потом на ночь, на ночь можно будет потом. Да, 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 согласен, согласен. Так, ладно, еда есть, воды, кстати, питьевой у меня много. Сейчас я на тре их поделю, как-нибудь постараюсь. Вот так вот получается будет, можно и наверх сюда забраться. Короче, каждому по 12 бутылок питьевой воды. Я не знаю, если мы, в принципе, у нас в день будет уходить по половине бутылки, то на 24 дня нам должно хватить, если я правильно все рассчитал. А потом? Я надеюсь, что уже завтра тут нас будут искать, и мы запустим ракету. Дать воду. Я все отдал уже, я все отдал. А, нет, не отдал, на. Леск за... Вот. Короче, а, ну еще есть кока-кола, 8 бутылок, и у меня еще какой-то напиток есть непонятный, одна бутылка, короче. Слушайте, воду надо пить экономно, слышите? Да, да, я же говорю, полбутылки на день как-нибудь сделать. Максимум, и как-то прям вообще... Тут она, яйза, она тут двухлитровая, либо сколько там, я без понятия. Непонятно вообще, ну, не маленькая. Короче, что-что, но посередине океана на разбитом самолете, и постепенно этот самолет, он все равно будет под воду уходить, так что? Под воду, или он куда-нибудь плыть может, какие-то течения все равно же есть, мне кажется. Я думаю, то что есть. Да, по-любому есть. А вдруг, если тут еще волны будут, шторм, или что-то будет. Шторм, реально, дождь пойдет, цунами какой-то, прикиньте. Тогда его вообще затопят эти осколки, мы просто окажемся на дне. А... В общем, друзья, вот такой ситуации мы сегодня оказались, мы пока что даже не можем понять, что это, океан, море, либо, может быть, гигантское озеро, но я в этом очень сомневаюсь, потому что здесь водятся акулы, а еще мы слышали непонятные звуки, как будто бы каких-то гигантских подводных животных. В общем, мы будем пытаться здесь выживать, надеюсь, что мы... С нами будет все в порядке, мы еще обязательно увидимся. Ну, а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.